Доброе утро, друзья! Я уже не снимал практически две недели. Мы снова хотим поехать на Viewpoint к островам Джеймса Бонда. Ну и куда-то еще заедем. По погоде все прекрасно. Безоблачно практически. Сейчас садимся на мой байк и едем. На моем путешествовать гораздо удобнее, чем на Скупе. А Скупе удобен вот как раз по Пкутету ездить, потому что на нем удобно парковаться. Нажми, пожалуйста. Чпонь. Помещается. У тебя, конечно, в багажнику побольше. Да гораздо, я бы сказал. Смотри, помещается. Ну фиг знает. Мы вот так сломаем. Надо как-то прижать. Что, норм? Норм. Катюшка себе в костюмчике маслом намазалась. Молодец. По времени мы немножечко раньше проснулись. Мы? Ну ты. Я-то попозже. 10-13. Нормально. Сейчас не так жарко будет ехать. Сына вечером вырублюсь. Потому что спать охота. 4 часа, да. Поспала. Ну ничего. А, давай я покажу еще, сколько я уже накатал на байке. Так, что-то опять с ключом. Фигня какая-то. Так, общий пробег. Я вам обещал показывать. 2,256. А че он на варейке? Ее кто-то забивал. Ой, не то. Вот, теперь нормально. Я сам чуть не офигел. Сугалась, дернулась. Нет, не дернулась. Ну все, погнали. Вода у нас есть. Зарядки есть. Я утро заказала, пока Андрей спал, заказала кашку на кокосовом молоке овсяную. Там было манго, банан, всякие орешки. Еще дали абрикосовый джем. Андрею все это не понравилось и ничего не съел. Мне не нравится просто на кокосовом молоке каша. Вот и все. Кто-то скажет, что я капризный. Специально, по-раньям ставлю. Думала, ты обращался. Я люблю обычное молоко. Ты прекрасно знаешь. Я все люблю стандартно. Буквально полчасика прокатился и уже захотелось есть. Не стал геройствовать. Заедем просто в Макдональд. Давай, садикраб. Ты решила, что будешь, нет? Я в отличие от некоторых кашек поела. А тут завтраки еще. Классно. Незнакомые мне блюда. Каша. Да, это каша, смотри, с наггетцами. Вот здесь можно посмотреть. Видишь, это каша с наггетцами. Я думаю, может просто breakfast взять и все. Уж не знаю, интересно будет или нет, но мы часто ходим в Макдональдс. И как-то не говорили никогда о ценных. Смотрите, Биг Мак здесь стоит 145 бат. Умножать все это дело на 2. Шестерка Магнаггетсов 105 бат. Капучино 85. И Катя еще взяли макеата 110. А, кстати, смол он посчитал. И то, и то. Пускай мне хватит. Да, мне тоже хватит. И по итогам заплатила я 445 бат. То есть 1000 рублей, по сути. На самом деле, я слышала то, что очень многие в кафе используют, ну, именно на кассе, и поэтому обучают, используют такую систему, что если клиент, гость, он не говорит тебе, какой объем он хочет, то поливают большой. Вообще, по идее, да. По идее, всегда делаю так. А он, смол пробегает. И то, и то. Ну, в принципе, мне достаточно будет. Сейчас еще жарко станет, да. Поэтому я здесь попью его, и все. Сейчас байк наш нагреется. Ну, ладно, ничего страшного. Мне кто-то из подписчиков в телеграме посоветовал кофейню одну, на Нарикарне находится. Ну, чтобы все в поисках кофе нормального. Вот, поэтому в будни, утром, когда будем кататься, мы можем заглянуть и искать ее там. Примерно объяснил. Прямо точки нет, но приблизительно он объяснил, куда ехать. Ну, ты сама знаешь, как эти рекомендации работают. Иногда посоветуют, блин, придешь туда, а там хрень полная. Понятно. Ну, попробуем. Мы все равно в поисках пока что. Серджи пиццы здесь нет, к сожалению. Там самое для нас, ни за кого не говорим, для нас там самое вкусное. Вкусный кофе. Вот удивительно, да, оказалось бы. Вроде такая забегаловка, но кофе там обалденный. Вот серьезно. Очень классные аппараты, мягкий вкус. Ни разу ничего не горчило, не перчило. Прямо идеально. Я люблю просто кофе, чтобы оно не крепкое было. Знаете, иногда зерна так... Он был суправлять. Он. А, до сих пор не решили. Да? Он или оно. Не люблю, когда пережаривают сильно зерна. И вот этот терпкий вкус, именно кофейный, знаешь, такой корький. Мне прям плохо от этого. И потом меня кошмарит. Если я много кофе выпью, и очень быстро. У меня потом мандража начинается. Я это на работе использовала. Мне когда нужно было, я просто работала в ночные смены, я засыпала. Поэтому я выпивала кофе. Естественно, без молока я не могла его пить, поэтому брала... А, вот, слушай, там она уже макает. Пилатый какой-нибудь. И да, мне постоянно кошмарило. У меня прям трясучка была. Я там просто столько работы выполняла после этого. Не-не-не. Тебя позвали туда, по-моему. А, и еда готова. Господи, прикольно. Пока сидели, болтали, уже все приготовили. Жаковато. Не, ну вот сюда пересесть. Ну, знаете, что, ребят, здесь действительно не хватает макдональдса? Это нормального сырного и кисло-сладкого соуса. Ты уже показывала, потому что соус здесь нормальный сыновой. Там есть только обычный кетчуп, томатный соус и чили? Нет, там американский кетчуп, тайский кетчуп и чили. Все. Ну, тайский это просто томатный. Еще там дают какой-то сливовый соус. Но он вообще хрень полный. Пахнет уксусом, не нравится. И есть сырный. Да, но это, короче, вообще, ребят, не то, что в России. Вот прям абсолютно другое. И какой-то он, не знаю, может, у нас химии больше. Но он, правда, вкусный. И кисло-сладкий офигенный. Я с наггетсами обожаю. Поэтому приходится есть просто с кетчупом. Ты немножко не туда. Да, плюхнул. Я, да. Перепутала мальца. Будет у меня, нет, просто неловко, чуть-чуть. Будет у меня теперь с кофейным вкусом соусом. Ну, перелей, у тебя вон еще одна есть штучка, если что. И один раз мы сделали, я очень обрадовался, Биг Маг не в коробочке, а в бумажечке. И так его есть было удобно. Вот, не знаю, кто из старперов меня смотрит. Помню, что раньше Биг Маги были именно в бумажной упаковке. И есть их было удобнее. Вот сделали в угоду того, что сюда картошечку ты типа сыпешь, да, и ешь вот это все в прикуску. Но мне такая конфигурация не нравится. Просто нужно мыть руки, а в упаковочке можно легко все взять и не париться. Я видела, обучалку у нас нужно есть бургером. Я видела, ты так делаешь. Да, ну просто... Я всегда прижимаю. Практически выехали с Пукета. Сейчас заехали на заправку. У нас будет достаточно длительнее. Потому что я потратил практически все топливо. Проехал на одном баке 327 километров. Поэтому там, ну так скажем, на донышке уже. Ну и заодно здесь разомнемся. Мне очень нравятся эти заправки в Тае. Страна вроде небольшая, но территорию делают просто огромную. Сейчас, конечно, с этой стороны не очень видно. Потому что тут футборты и очень большие туалеты. Это, конечно, очень прикольно с точки зрения путешественников. Ну и Катюха вон ходит, разминается. Затекла булка, да? Все, готово на 260 бар. А, открыто оказывается. Да, надо обязательно попить. Ты передачу-то такую помнишь? Угу. Кто помнит, сам себе режиссер. Ставьте лайк. Алды на месте или нет. Посмотрим. Фу, я тоже что-то высох. После Макдачки еще хочется. После соленых огурцов. Биг Маги. Что там у меня? Сейчас территорию хотел показать, насколько она огромная. Не знаю, через камеру передается или нет. Вот заправка, на которой мы только что стояли. Здесь какие-то футборты. Д axes, он в хочет. Тва-к대�. Тва-красток. Тва-красок. 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 Тва-краски. приехали на view point катюша естественно сразу похавать но мы не будем дураками как прошлый раз возьмем сейчас джипчик и доедем туда в машине что прошлый раз я был пыльный мокрый вонючий уже уставший пока туда наверх поднялся поэтому сегодня с лайфхатчем и потратим немножечко денег а потом после того как мы с тобой посмотрим этот view point откроем карту и может быть еще какие-то достопримечательности здесь найдем и скатаемся потому что по времени у нас сегодня все гораздо лучше чем в прошлый раз мы сюда уже под вечер на прошлый раз приятеля сейчас час дня вообще отлично поэтому у нас будет еще возможность куда-то заехать подъем на джип стоит 90 баттон человек как он там пойдем катюк слышь уже зовут не но мне сейчас правда лениво тем более в такую жару для градусов на 35 лет еще просто пипец а так как будет конечно не кисло но я вот так вот видишь и упорчик сделал да уже смотрите открывается видок вот так вот подколбашивает конечно правда это показывали но все равно из машины будто бы немножко по-другому все выглядит красота мой любимый подъем даже машина так нормально напрягается блин но красиво пипец обожаю это место наверное моя любимая нас даже чуть выше подняли прошлый раз мы не осилили были насквозь мокрая здесь прикольно смотри арт-объекты стоят пофоткаться можно а красота он сейчас коконит с тобой фоточку сделаем со звездочкой он кстати мы с тобой прошлый раз пытались он там сфоткаться но постоянно было занято можно сейчас это сделать пока никто не пришел ну капаешь кто-то есть даже и не идет вот тут крутое место это точно деревушка какая-то не ну крутя конечно а мы вот там были в прошлый раз на гамаке на наши не похожи не ваще не похожи тоже красиво да дневное время и будто бы обзор шире до прошлый раз к это такая легкая дымка была она и сейчас присутствует но простреливается горизонт гораздо больше молодцы мы с тобой то что ты справляешься сзади едешь там жопа болит мне пришло раз когда мы здесь были безумно понравилось но мы приехали поздно уже темнело и чтобы темноту успеть спуститься мы пошли буквально 10-15 минут мне не хватило в этот раз я предложила давай хотя бы подольше задерживаемся мы пораньше приехали но пока что я лучше не видела пофоткал я сейчас катюху сел на пенек но такой говорю катюх иди сюда в итоге она села на стол разъебал его потому что видите торчат вот эти как бы колье я не наштырь на этот села ну просто стол вы понимаете да изначально был на таком уровне вот здесь да и он если бы я села вот сюда ровненько было а сейчас вот смотрите я нашла кирпич и положила кирпич чтоб он не упал нормально ты сломала таиланд понимаешь бывают такие люди сила и катастрофа не у меня не часто это происходит ладно тебе уже починить вчера кока-кола целый стакан разлилась сегодня стол сломала что дальше что дальше катю не байк 60 тысяч бат отдавать не ну там я не знаю я просто поставил на горке улетел в море ну как бы и у тебя со здоровьем все окей а у меня минус 60 тысяч бат и прикинь приходишь к тайке продлевать и говоришь а байка нет он утонул и сейчас плывет куда-то в Малайзию знаешь там вниз с горы он байк такой пум пум по кочке главное ничего не трогай короче просто вот don't touch смотришь рядом стоишь и ничего не и она сломается или сгорит или еще чего-нибудь просто катастрофа катюха нашла себе прикольное местечко и в теньке и качается я тоже хочу раскачаешь меня чуть-чуть прикольно а я там сидел смотрел а мне ничего не звонила да давай качай меня женщина по кругу и посильнее не по кругу не надо просто качни так посильнее чтобы я улетел туда ой хорошо и видок такой клёвый ребят я в гнездо неплохое местечко иди ко мне гнездо из этого гнезда знаешь какой вид открывается вид знаешь какой шикарный все ты угораешь гнезде классно ой все молчи да я еще раз вид покажу иди ко мне и долго ты там будешь качаться мне кажется вот эта кровать качеля самое тут живописное прям супер фоточка получается и уже катюхи все заснял сейчас вот видосик сделаю покажу вам еще домики вот эти они сдаются не знаю сколько стоит но здесь можно заночевать и с утра посмотреть на рассвет и на вот эту красоту сейчас как я и говорил мы наверное поедем искать пирс прокатимся на лодке но я надеюсь но на ферму наверное уже сегодня успеем по времени у нас не получится у нас еще четыре с половиной часа световых а дальше все уже на пукетск поедем у нас 13 45 видно видно ну давай снимай и погнали там наверно надо будет еще нам этот джип дождаться что они тут раз полчаса ходят нашли одну секретную локацию тут ставят палатки байки а че классно просыпаешься делаешь несколько шагов и смотришь на красоту ну либо домик снимаешь как я уже говорил но я вот даже если спросить у меня есть ли что-то подобное не подскажу потому что это прям сильно красиво слышишь бибикает может это джипчик приехал что ты говоришь да но это вот прям отдельный топ для меня всем рекомендую сюда сгонять я не хочу хотя воды много выпил а давай посмотрим ресторанчик вот тут ресторанчик но есть нам совершенно не хочется джипчик на месте но я так подозреваю пока все не соберутся ну да мы как раз сюда же приехали я не спросил вниз вот так вот пальцем показал да друзья назад то мы едем вдвоем покажу спуск лютый конечно вот это горы сейчас с тобой садим на байк колбасит здесь конечно и будет чуть полегче я посмотрел погоду 33 градуса сейчас но в прошлый раз спуск подъем потратили около 40 минут с учетом еще что у нас остановка была за 5 минут шикарно и силы так не потратим то что ребята очень здорово я увидел вывеску то что здесь есть болт сервис находится вообще очень недалеко от и поинта где мы сейчас были лодка стоит 2000 бат у нас получится там трип через острова джеймса бонда и еще там будут какие-то приколюхи все это занимает от двух до трех часов но на наше усмотрение вот и дополнительно там при выгрузке на какие-то острова или какую-то локацию еще нужно будет заплатить 300 бат но если захотим еще на каяках кататься это еще там сколько-то вот сейчас собираем вещи берем шорты купальные водичку это прям обязательно и валим я думаю интересно будет под очки ты взяла чё нам еще нужно да вроде бы сюда папки может быть сразу на цепь и ша не ну я очень рад что мы с тобой сюда приехали потому что до ближайшего пирса то что google навигатор показывал 40 минут на лодке ну конечно ты все вот это будешь руках таскать но на те надо конечно все оставь здесь и пофигу если что и потом чтобы водичка здесь купим и сполоснем ноги не парься кажется готова давай покатить и мороженое вкусно да да попробуем денешь капитан на то что показал пальцы ну туда стволю окей 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 и отсюда мы покупаем детишки смотрю купаются хотя вода какого цвета такого стремноватого а им пофигу вообще так добро пожаловать пир озеро тоже не особо за чистое символов да я знаю так такие эти потолки так скажем я головой могу задеть миски вот и это наш пирс прикольный они безняк да тут придумали по сути деревенька до местные жители зарабатывают таким образом причем немаленькие деньги для таиланда я думаю у какая у нас лодка то большая ничего себе давай катю коп коп усер присаживаемся с тобой уж не знаю громкий у него как вчера или нет слушай я радуюсь потому что если жилет для меня это важно на катнула на себя молодец он наш капитан идет дальнейшем но трубим всего измазала ну не такой громкий как вчера я очень рад потому что я люблю что-то новое смотреть и вот сколько здесь прожил в таиланде этот маршрут еще не выбирал а ты понимаешь что это мороженое стоит 40 рублей за два больших шарика у нас бывает ну по свету не знаю 200 рублей за шарик да слушай ну это деревня тут никто не будет за 100 бак покупать и вот тут уже начинается красота ребят ну здесь невероятно красиво сверху мы смотрели на все это великолепие было классно но здесь на непосредственной близости все выглядит очень масштабно я вам сейчас сделаю маленькую панорамку блин будет возможность взять этот кафе очень красиво как тебе первый вопрос а что будет если рухнет почему то на картинке все это делаю я когда смотрел выглядит будто бы величественный Да, я согласен, красиво, но он такой маленький. Ну ладно, погнали дальше смотреть. Наши гиды сейчас развернут лодку и сделают нам фотографию. Вот тут, в принципе, сбоку видно. Вот он, Джеймс Бонд. У всех есть фото и у нас будет, да? Прикольно, там сегодня сколько туристов они с вами говорили. Да. Ну этот вариант подешевле, но мне больше нравится вот зафортовать. Мы тут как бы сами, с усами. У нас тут вот симпатичный гид есть. Все, фоточку нам сделали. Теперь мы истинные туристы. Мне еще Катюха все время говорит, давай совместную фотку. А я, блин, по фоткам, ну, такое себе. Есть видео. Я всегда видео снимаю, и мне это больше нравится. А что мы будем потом всем показывать в альбоме? Вот именно распечатанное. Открывать YouTube? Видео? Нет, конечно, конечно. Нет, конечно, это были распечатанные фотографии. Это вообще, это такая атмосфера. Видео еще лучше. Там и голос передается. И видео, распечатанные фотографии. Там у нас их миллион все равно же. Ой, ну красиво. Вылезли на нос. Здесь, конечно, пожарче, чем там в Тиньке. Но зато вид. Правда, снимать здесь гораздо удобнее. Очень-очень-очень круто, ребят. Да, тут покачивает, конечно, сейчас. Мы сделаем сейчас остановку. Возьмем каяк и поплаваем где-то в скалах. Я понятия не имею, как называется эта локация. Надо было, наверное, заснять все четыре пункта, да? Мимо которых мы с тобой... А, ну если не забуду, если не забуду. Ну, опять же, самое главное... Конечно. А, вот они каяки. Вот так вот мы плаваем. Вот. И наслаждаемся красотовой. Да, опять же, повторюсь, я мало что рассказываю, но при этом показываю. Потому что верю в то, что... Ну, надо не читать всякую справочную инфу, а просто приезжать и смотреть своими глазами. Внутри вы можете видеть, что каяк выглядит, как стоп. Да. И вы можете видеть, что каяк, как он... Вот он у нас, каяк-сервис. Сейчас мы пришарковаемся. Не буду мешать. О, беда, 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 беда! О, беда! Прикольная здесь, конечно, атмосферка. Каллор! Ну, пацаны в шашки играют. Кока-кола versus A-S-P-E. Кока-кола выигрывает пока. Катюха идет первая. Какая-то простая. Какая-то далеко? 30 минут. 30 минут? Окей. 30 минут катаемся на каяке. Смотрим на красоту. Вот наша лодка. наш капитан ждет нас привет привет как дела как дела good very good how are you today i'm really good i'm really good how about you me too where are you from russia russia yes where you from i'm from highland oh very nice very nice nice country nice country yes thank you is it your first time here no i live in here four years four years ago living here in phuket oh you live in phuket yes yes хорошо водичка теплая сейчас бы я как искупался вы хорошо ну как тебе катю красота красота страшная сила мне сказали что куда-то вот это а окей голова пиранья вот так вот аккуратно пиранья аккуратно пиранья камера мэн ага го про бета го про бета блин я вот этих боюсь страшно планши в ней не упали эти какули я тоже надеюсь я задания тоже 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 голова слон рекорд голова слон Eisenberg ну да 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 , похоже обо Голова в пиранье, слон. Вот такая у нас веселая поездочка. Очень классно. Не устал? Не устал? Не устал. Strong. Two, два. One, один. Два. Один, два, три. Один, два, три, три, четыре. Там пробочка из каяки. Ну ничего, сейчас подождем чуть-чуть. Я не могу на это смотреть. Вот это, да, страшная штука, да? Вот это. И все. Дэс? Да, да, аккуратно. Аккуратно. Тут аккуратно, если поможет. Чао. Чао-чао. Итальяна. Friend. Аккуратно, Anaconda. Anaconda? Where Anaconda? В Кейп. А, Кейп, Anaconda? Окей. Окей, на. Вот, там тоже пацаны. Your friend? Аккуратно. This your friend? Hello. Аккуратно. О, как здесь, а? Ого, красиво. Красиво. И страшно. И страшно. Вот это такая структура интересная. Блин, ну уже ни хрена не видно, конечно. Вот у Катюхи все видно. Я, пожалуй, перестаю снимать. Но нас, скорее всего, не видно. Может быть, ты мне дашь свой телефон, и я включу фонарик. Мы прям легли, потому что здесь очень узко. Очень узко. Очень узко. Очень узко. Спасибо, Кап. Спасибо. Вы приедете. Включи фонарик, Катюнь. Ребят, здесь прям крайне тесно. Немножко так страшновато. Рада фигула видно. Ой, господи. Я боюсь. Я тоже. Я боюсь. Я боюсь. Господи. Мама, ради меня обратно. Все, мы застряли. Мы застряли. Главное, чтобы лодка здесь не лопнула. Блин, мне страшно. Друзья, тут ну пипец. Ну пипец. Все? Застряли? Застряли. Не хочу это. Мы немножко сдулись. Бой, господи. Вы нифига не увидели, наверное? Это было очень узко и экстремально. Пугаешь нас, да? Мама, давай, давай. Вот. Вот так вот. Hello. Откуда вы вылезли? Короче, друзья, если кратко, мы легли, потому что там крайне узко и тесно. Наш друг сдул немножечко лодку, потому что мы не пролезали. И для людей, у которых есть фобия замкнутого пространства, там будет не по себе. Да? Да, да. Вот. Ну, ему по приколу. Опять. Вот, примерно вот так вот, друзья. Только намного, намного ниже были все эти. А еще мы туда не пролезали, нам сдули лодку. Да. Да. Господи, господи. Ну, здесь хотя бы не так. Ты давай не прыгай головой, а ты мне... Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Красиво. Красиво. Хорошо. Хорошо. И вот так вот лежа плывем. Очень хорошо. Очень хорошо. Я-то думала, почему там все лежат. Я тоже сначала не понял прикола. Да, я думаю, что все лежат. Ну, там просто не пролезешь. Ну, конечно. Можно голову разбить. Бобоськи будет. Ему надо нашел голос. Угу. Прикольно. Да. Разговаривает с птицами. Аккуратней. Там же шире. Ну вот, ребят, примерно вот так вот мы заезжаем. Там же шире было. Зачем он так? Может, здесь. Вот так вот, друзья. Тут вот, смотрите. Окейно? Окейно. Так, мы снова заезжаем в вот эту узенькую пещерку. Хорошо, мы постараемся. Как они вообще нашли эти места? Все, мы застряли. Can you hold me a little bit? Can you hold me? Окей, thank you. Thank you. Вот, слышите этот звук? It's okay, it's okay. Keep your hand. Окей? Yep. Господи Иисус, а? Вот здесь мне не по себе. Мне не по себе. Очень жаль, что вы этого не видите. Угу. Все, я вижу там свет. Это очень хорошо. Сейчас сделаем фото. Обязательно сделаем. Put the link out here. I am? This side? And you are this side too. Ага. Оба на одну сторону. Ага. А, хорошо. Вот, смотрите. Сердце. Буквально. Ну, конечно, вам надо немножко проявить фантазию, но кажется, очень похоже. Очень красивая поездка получилась. Гид веселый. Ой, все. Сколько мы заплатили? Три сотни бат, да, за каждого? Не за каждого, не за лобки. Нет, за каждого человека я дал. Угу. У-у-у. Моя fire. Ага. Дизайн. А-а-а. Где-то. Где-то. Я хочу. Я хочу. А-а-а-а. Это аппетит. А-а-а. 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 Свою песню? Что? Свою так? Мы селены. У меня, надеюсь, по авторским правам не забанят. Слита, конечно, тут прикольно. Это выглядит как черепаха. Как будто что-то ест. Безумно интересная и прикольная поездка получилась. Я вам покажу немножко кадров красивущих. Сейчас еще время такое. Присокатные 4 часа. Очень красивый свет. На скалы падает максимально мягкий красивый свет. Тавтология. Ну, давайте я вам еще покажу. И еще немного красоты, ребят. Мы сейчас плывем медленно для того, чтобы посмотреть все это вблизи. Очень красиво. И выглядит опасненько. Как-то они ненадежно закреплены будто бы. Ну, тут, к слову сказать, нужно бесконечно возле каждой скалы останавливаться и наблюдать вот эту красоту. Почему-то я думал, что мы уже домой. Но у нас запланирована еще одна остановка. У меня же какую-то лестницу. Красивая скала. Ну, сейчас разберемся. Посмотрим. Оп. Все. Присупровались. Не знаю, куда нас высадили, но выдали фонарики. Сейчас будем смотреть, наверное, на какие-то пещеры. Сейчас он не мой фонарик. Ой, он красивый здесь, слушай. Ничего себе. Катьке надо два раза нажать. О, как здесь красиво-то, а. Можно туда подняться? Да, можно и туда. Слушай, ну красиво здесь, а. Это мой, если че. Катюха полезла выше. Но, у меня очень скользкие тапки, я не полезу. а где а ну-ка далеко не уходи только на тягу прошку попробую что-нибудь заснять здесь очень темно и нет людей я одна сюда поднялась сейчас попробую что-нибудь показать стрёмно тут эхо такое а еще я видела летучих мышей надеюсь тут нет никакой живности такие пещеры прикольные это мой фонарик высоко бьет на здесь желает избираться классно да оля ты чем лишь да нет родина луна вот она я на нее свечу сейчас я пытаюсь фонариком показать ну вот она короче там где фонарик там это чем короче надеюсь было видно если нет извиняйте потому что спускаться гораздо тяжелее да это понятно чтобы ногу не зажало ничего вот сюда что конечно шлёпках это я пойму и не понял они уже того стоило там классная пещера смотрела засняла здесь красиво здесь хотя бы ступеньки есть потому что туда куда я завязала сейчас подарит лечу там вот вообще ступенек нет официально заявляю это самая офигенная поездка которая настолько была сегодня вот реально столько эмоций столько всего нового вот так вот получше видно это же фонарик и и и и и и и и вот это красиво очень красиво ребята уж не знаю там чё на gopro у нас сняли потому что сами понимаете света там не очень много но надеюсь что то из этого ставлю и покажу вам ну и сотый раз призываю самостоятельно вот так вот взять лодку поплавать все посмотреть это офигительно так все я как шахтер уже и прическа испортилась жарковато тут мы сегодня даже не купались хочется давайте вам здесь еще немножко покажу немножко стрёмно в любой момент они могут отвалиться но небольшая пробочка наша вторая лодка и сейчас уже на базу это продолжение этой скалы внутри которой мы сейчас побывали очень необычные узоры такие конечно природа создаёт ну и все мы уже едем на базу нам деревеньку откуда мы оплывали целом мне кажется очень душевный поезд куда получилось я сейчас не с котюхой сижу потому что нам сказали для баланса лодки но лучше по разным сторонам я думаю мы все равно еще успеем подытожить с тобой поделиться эмоциями очень круто ребят очень красиво волшебно я так полагаю мы уже рядышком а мы по временем у нас 1643 сейчас с тобой в тц сгоняем поужинаем а я говорю я не понимаю как они во все растут я привык что крестный воде до вырастает а тут но это просто нам наверно непривычно средней полосы россии ну и вот деревушка наша девочка гид попросила чтобы мы оставили отзыв на google maps насколько нам все понравилось можно на русском написать а ну мало ли может она хотела на английском чтобы что-то ну да мне очень понравилось 2000 бат настолько удовольствие вообще скажи вот у нас еще раз покажу у нас 3 б был в а вас просто кормят у нас были острова джеймса бланда потом пинка маунтин это мы вот проезжали где разлом какой дальше и ног крария и там и на лодочках вот такая как катались по моему нет здесь пещеры мы смотрели помощи наверно забиралась это вот эти пещеры внутри а вот они да да вот тут каяния хонт айланд да у тебя там красненько что-то прям больно вот так вот делать ой очень больно давай водичка полью дай посмотрю не это просто на прыщик похоже болючи так и выложи ей отзыв просто плач скажи было классно видосик тоже тоже можно по моему нет видео и я первый раз я же говорю но такого я не видел он дети смотри мороженое как-то едят просто восторг и гид такой классный смешной и то что даже мы в эти пещеры у меня реально есть такие как бы черты аустрофобии чуть-чуть у меня есть боя из зонтых пространств не настолько у людей которых прямо эта фобия ярко выражена но все равно мне было очень страшно но это стоит а я бы еще в этом сто раз эти пещеры пофиг вообще да очень необычно ладно то что типа то миллиметр до лица как бы ладно вроде не должно ничего свалиться единственное что не было страшно вдруг там какие-нибудь раки маленькие ручки какие-то и тебе прикинь по лицу а ты руки достать не может и прижать нельзя не будет в тебе ползать и ничего не может сделать но никого вроде не было не 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 было это вообще я сюда обязательно хочу ребятки но мы доехали до центра пукета тут немножко поставить то что жопа затекла вообще неимоверно и плечи у меня болят аналогично да хочу ты где ты со мной здрасте вопросы сдаю у тебя слушай так плечи покраснели и почернели а вот тут белая прикол а мне наоборот почему-то шея очень черная была в первые дни но я сейчас не вижу конечно или просто грязная была на байке все равно не вижу слушай да какая разница пофигу такие эмоции получили там то что грязная голова и вообще наплевать ты кстати не хочешь взять у меня рубашку мою и потаскать ее потому что мне кажется это замерзли холодно пол не ну понятно но все равно как бы там и внутри будет холодно иди рубашку мою возьми я вам там присажу пока покурю пожалуйста слушайте но сейчас будет не уникальный материал потому что вот в предыдущем блоге у катюхи она показывала ресторан который мы ходили то же самое фуджи сейчас закажем руки чё там сашими еще чего-нибудь вкусненькое то что ели мы последний раз макдональдс и мы это вам показывали но это было блин 10 50 утра а сейчас уже практически 7 поэтому голодную а что-то перекусим лучше лично от меня да это андрея наверное тоже это наша рекомендация потому что там самые бомбезные рок роллы на пакете из того что за все рестораны не отвечаю из того что мы пробовали уже это просто вообще послужил меня восторг от того что там еду приносит за пять минут это офигенно что я себе беру аляска сэлмон ролл три штучки сэлмон нигири возьму тут тоже три штучки очень понравились минут эти гёза ну цены сами смотри 115 сам на нигири 170 надо было наверно сразу но ладно и три штучки аляска 170 я наверно только вот три позиции возьму потому что вчера я еще взял лишнего мисо суп ну я может быть его бы и съел но мне он не сильно понравился по вкусу либо оставлю место и мы с тобой потом по десерту либо по кренделям а это я тоже кстати хочу давали методик да у нас четыре позиции до печень попить лед я наверное не буду в этот раз брать может быть просто возьму не знаю полу да наверно колу с роллами это норм очень классное место вот показа худже как камера сейчас мы уже поедем домой посмотрим серик помоемся и банюньку пол восьмого вы такие молодцы сегодня ну потому что пораньше встали и сейчас вот сидели обсуждали что классно вообще рано просыпаться в последнее время только дрыхнем блин я проснулась 7-30 занималась йогой потом у нас был такой насыщенный день поели вкусненько сейчас еще с тобой сей посмотрим но я правда уже повторяюсь все ребятушки ставьте лайки дизлайки пишите комменты по моему получилось очень прикольно а еще у меня рожа красная кажется я под загорел сегодня да или мне кажется тебе не кажется у меня тоже у нас красные щеки до значит почернее через несколько дней если не буду на солнце находиться все ребятушки давай закрывай камеру